здравствуйте сми и российские официальные лица на все лады обсуждают вброс new york times о том что уходящий в лес в смысле в джунгли в самом прямом смысле байден напоследок санкционировал применение дальнобойных ракет атомс по тыловым районам россии при этом официальные лица сша эту информацию не подтвердили а немецкий канцлер шульц на всякий случай уточнил что он не собирается передавать в ссу дальнобойная ракета taurus но зато готов отгрузить режиму зеленского беспилотные системы фирмы helsing способны преодолевать российский рэп и лететь в четыре раза дальше чем дроны которые сейчас есть на вооружении в ссу сми уже вовсю нагнетают приводят карты зоны возможного поражения американскими ракетами включающие чуть ли не половину европейской части россии в 600 километрах от линии соприкосновения от краснодара до москвы и смоленска при том что те же самые сми пишут что атомцы не могут лететь дальше чем на 300 километров что кстати не есть факт но об этом чуть позже а шведское правительство уже раздает своим гражданам брошюры о том как выжить в условиях ядерной войны российские власти в ответ дружно выражают спокойствие заявляют что мы все собьем но что возможное решение байдена если она действительно принято осложнит международную обстановку и не останется без чувствительного ответа как сказала мария захарова подразумевая видимо что этот чувствительный ответ больше всего почувствует на украине как все это можно прокомментировать да очень просто это не более чем туман и дымовая завеса с помощью которых нас отвлекают от каких-то невидимых миру процессов возможно зондирование нашей реакции возможно шантажа или чего-то подобное начнем с того что атомцы давно есть на вооружении в силу и о них активно применяют в частности по аэродрома в крыму этим летом кроме того у вас и у есть масса западных аналогов частности британские storm shadow и французские скальпы которые также активно применяются в том числе и по луганску с донецком и по крыму и по другим российским территориям так что на самом деле вопрос отнюдь не в самих поставках ракет которые как уже сказал президент путин наводится вовсе не высушниками офицерами нато а в дальности применения и в возможные начинки этих самых средств поражения именно это а именно возможность ядерной провокации с использованием тактического ядерного оружия на наш взгляд и составляет главный предмет шантажа не это ли имела в виду трамп говоря что способен за сутки прекратить войну на украине и не это ли стало предметом часового разговора путина с немецкой хромой уткой шольцем ведь будем реалистами и американцам и англичанам очень выгодно спровоцировать россию на ответный тактический ядерный удар по объектам на территории украины ведь не сша не англия не израиль при этом не пострадают а удерживает коллективный запад от этого шага только одно а именно опасение что россия огрызнется и ударит не по предместьям киева и даже не по польскому жешу а прямо по наглой англо-британской морде а вот главной и пожалуй единственной гарантии отсутствия такого ответа надлежащего ответа может быть только действия пятой колонны внутри российской власти и стоит отдать должное этой самой пятой колонне до сих пор российская власть ни разу не выходила за обозначенные глобалистами флажки даже натовские самолеты разведчики до сих пор свободно летают на черном море и мосты через днепр спокойно стоят и торговля с нато ведется и одесский порт до сих пор не сожжен а продолжает наращивать товарооборот и даже на биулина что товарищи не попросили освободить должность между тем нам совершенно очевидно что единственный способ предотвратить катастрофу это показать зубы способы могут быть разные это и удары по самолетам разведчикам нато на черном море и отправка пары бригад с эскандерами с ядерной начинкой куда-нибудь на кубу и так далее и тому подобное а вот удары по украинским тэц и гэс которые производят россию уже давным давно никого не пугают ни на том берегу атлантики ни на том берегу ла-манша враг испугается и остановится только в том случае если поверит в то что путин сорвался с катушек и что ответом на возможный прилет тяо будет не удар по украинской территории а например взрыв посейдона у берегов туманного альбиона или хайфа ну и разумеется нам совершенно непонятно почему наши славные союзники начиная от иранцев и корейцев и заканчивая хуситами алжирцами и так далее до сих пор не получили например искандеры калибры и другие подобные средства поражения которые кстати отлично проходит железный купол патриоты и прочие системы западного пву кстати для этого есть прекрасные правовые основания не все знают что помимо ушедших в небытие договора снв-3 и договор о ликвидации ракет малой и средней дальности есть еще один договор который до недавних пор четко исполнялся и россии и ведущими западными державами речь о так называемый рк рт режим контроля за ракетными технологиями это такая инициатива появившаяся еще в конце восьмидесятых годов в соответствии с которой развитые страны обязались не экспортировать беспилотные системы которые могут стать средствами доставки ядерного оружия в третьи страны в том случае если они способны преодолевать расстояние более чем в 300 километров именно из-за этого во многом понятийного соглашения россия например ограничивала дальность полетов экспортных вариантов тех же искандеров или калибров этим самым расстоянием в пределах 300 километрах при том что стоящие у нас на вооружении ракеты могут преодолевать гораздо большее расстояние судя по всему именно этот договор имеет ввиду шольц отказываясь поставить дальнобойные таврус но есть маленькое но этот самый договор рк рт не делает разницы между различными беспилотными системами то есть между ракетами и обычными дальнолетами то есть бпла самолетного типа то есть теми самыми средствами которые постоянно прилетают в наши города на большие расстояния в том числе превышающие 1000 километров и уже это вполне себе легитимное основание для того чтобы россии выйти из этой инициативы и перестать выполнять требования рк рт то же самое а именно показать зубы нужно проделать и с внутренними оккупантами то есть мигрантами и вчерашними мигрантами последние недели представители этих диаспорт словно с цепи сорвались бьют полицейских устраивают флешмобы с призывами резать русню показательно на камеру избивают русских детей в школах реакция властей на этот беспредел мягко говоря травоядная так вчера госдума предложила правительству принять комплекс из 10 мер направленных на наведение порядка в сфере миграции и все они так или иначе касаются правил сдачи экзамена по русскому языку это дума таким образом готовится к внесению законопроекта о запрете детям мигрантов не знающих русского языка учиться в наших школах но на самом деле совершенно очевидно что этого не просто мало а очень мало дикари так же как и всевозможные революционеры понимают и уважают только силу и поэтому реакция государства если она хочет сохраниться на каждую подобную провокацию из того что мы сказали чуть выше должна быть очень жесткой и не локальный а глобальный за одного ублюдка должна страдать вся диаспора должны быть массовые проверки депортации депортации десятков и сотен тысяч незаменимых специалистов по любым основаниям и без уных потому что представители этих самых азиатских народов очень быстро сами разберутся со своими преступниками если будут знать что за посягательство на представителей государства образующего народа прилетает всей диаспоре хотя конечно и все остальные меры максимально осложняющие жизнь представителям этих новых оккупантов тоже необходимо принимать в том числе и на законодательном уровне к сожалению история показывает что либеральный подход в отношении врагов нашей государственности что внешних что внутренних всегда приводил только к умножению страданий и проблем и наше государство сейчас находится отнюдь не в том состоянии чтобы позволить себе слабость в отношении внешних сил которые отнюдь не желают нам добра оставайтесь с нами